Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас с вами речь пойдет о, буквально вот последнем по отношению к настоящему времени, периоде истории Австралийского Союза. Связан этот период с поисками выхода из кризиса конца 80-х годов. И поиски эти привели австралийскую политическую элиту к выводу о том, что необходим пересмотр всех, без исключения, основ политического курса Австралии, которые были заложены еще в начале 20-го века. К 80-м годам прошлого столетия многие из этих основ уже, по сути дела, не существовали. Ну, как, например, политика Белой Австралии, которая канула в лету, в начале 70-х. Другие, как, скажем, протекционизм и активное государственное вмешательство, подвергались резкой критике. Третьи, как, например, лояльность Британской империи, уходили в прошлое вполне естественным путем. Вот этот-то процесс пересмотра базовых основ политического курса Австралии и получил название у некоторых обозревателей «перестройки у антиподов». Ну, с явным намеком на те процессы, которые происходили в этот же период в Советском Союзе. Об опыте и уроках австралийской перестройки я и хочу поговорить сегодня. Первыми начали решительным образом отступать от укоренившихся основ лейбористы, лейбористы которых возглавил Роберт Ли Хоук. Собственно, и партия к 80-м годам 20-го века была уже не той боевой полусоциалистической организацией, какой она была в начале века. И Роберт Ли Хоук представлял собой новое поколение лейбористов. Блистательно образованный человек. Он закончил университет Западной Австралии и Уксфорд. Уксфорд имел огромный опыт работы в профсоюзах. Десять лет он возглавлял крупнейшее профсоюзное объединение Австралии, Австралийский совет трэд-юнионов. И, конечно же, был поистине харизматической личностью. Как он говорил, он получил всеобщую популярность и признательность еще до того, как пришел в большую политику. И когда он стал премьер-министром, а вот здесь на портрете он уже в резиденции премьер-министра Австралийского союза со своей первой супругой, он был действительно любимцем всей Австралии. И действительно личность была то, что мы называем харизматической. Ему прощали все, и то, что он любил выпить. И то, что заводил интрижки на стороне. И сознавался в них, правда, не так, как Билл Клинтон, упаси Господь. Но, тем не менее, австралийцы знали, что их премьер неравнодушен к дамам. Он любил соленые словечки и при случае ими пользовался. Но надо отдать должное, опять-таки, что он умел очень ловко обернуть свои, ну, скажем так, резкие слова себе же на пользу. И что, опять-таки, немаловажно, как он сам впоследствии признавался, он умел хорошо пить пиво. Быстро был рекордсменом в этой области. Ну, а для Австралии, где потребление пива, так же, как и спорт, это что-то сродни национальному такому достоинству, да, это было хорошо для премьер-министра. Но, конечно же, главное его достоинство было не в этом. Харизматичность его личности ему только помогала. А вот то, что он подбирает хорошую команду, то, что он умеет вести переговоры, то, что он умеет говорить и со своими коллегами, и с профсоюзами, и с предпринимателями, это было более важным. И его задачей, как он говорил, было примирить бизнес и либаристов. Он искал вот тот самый консенсус, согласие, которое бы опровергло мнение сложившееся о либаристах в годы правления Уитлама. Либаризм и хорошее экономическое управление должны были стать синонимами. Себе в помощь он подбирает команду, повторяю. И главным его союзником становится молодой политик Пол Киттинг. Вот здесь Пол Киттинг сидит рядом с пожилым художником Артуром Бойдом, о котором мы будем еще с вами говорить. Пол Киттинг был прямой противоположностью своему боссу. Если Хоук умел говорить спокойно и договариваться без какой-либо конфликтности, то манера Киттинга была агрессивная, напористая. Человек он был амбициозный, резкий. И хотя оба они придерживались, в общем-то, достаточно правых взглядов на развитие экономики, и пытались как раз ввести в Австралийском союзе элементы рыночного регулирования в духе новых правых 80-х годов, то вот как раз Киттинг выступал такой движущей силой, пугающей силой. А Хоук, наоборот, сдерживающий и, скажем так, успокаивающий в какой-то степени. Главные достижения их, конечно, лежали в области внутренней политики, главной сферы для любого правительства. И здесь с помощью Киттинга Хоук и своих связей, в первую очередь, устанавливает соглашение с профсоюзами. С профсоюзами, которое называется аккорд. Аккорд, ну, собственно, и есть соглашение. В чем была суть этого соглашения? Соглашение предусматривало, что профсоюзы соглашаются на замораживание заработной платы и не проводят забастовок в ближайшее время. А, в свою очередь, правительство Хоука гарантирует им индексированное увеличение заработной платы в строгом соответствии с экономическими показателями страны. Не всем это понравилось. И вот я хочу показать вам как раз карикатуру, помещенную в одной из газет Австралийского союза, где Китинг в епископском облачении крапит святой водой бюджета как раз соглашение с профсоюзами. А на заднем плане вы видите, ну, прямо-таки святого, сложившего руки с нимбом на голове, самого Хоука. Очень неоднозначно воспринималось это соглашение. И пересматривалось несколько раз. И все чаще, в общем-то, профсоюзы приходили к выводу, что это соглашение для них не большая абуза. И вот вторая карикатура – аккорд с точки зрения рабочих. Давайте назовем это просто. Аккорд выиграл. Рабочий тянет на себе и правительство, и замороженные цены, и все трудности, которые выпали на долю трудящихся в Австралии. Но скажу вам сразу, что здесь эти карикатуры, конечно, имели место быть, но чтобы смягчить ситуацию, Киттинг и Хоук сделали немалое. Они, например, повысили пособие по безработице, они ввели новые курсы переквалификации, они вводят программу переподготовки молодежи, чтобы вот эти проблемы экономического плана все-таки уходили на второй план. И самое главное, они вводят новую медицинскую программу, программу, которую называют в Австралии «Медикэр». Медицинская программа, в общем-то, развивала положение того самого плана «МедиБэн», который был еще введен в годы правления Уитлэма. И эта программа фактически делала государственное здравоохранение бесплатным. Ну, судите сами. Если вам доктор выписывает лекарство стоимостью в 40 долларов, вы платите с этим рецептом в аптеке не более 4 долларов за это лекарство. Если вам нужна операция, которая не входит в список таких дорогостоящих, очень сверхдорогостоящих операций, опять-таки, вам оплачивается это государство по страховке. Огромные субсидии для неимущих, только для неимущих, на лечение у частных врачей. То есть, такой системы здравоохранения, ну, наверное, нет во многих и развитых странах мира. Но, опять-таки, австралийцы критически относятся ко всему. И та же самая система, которая обеспечивает им практически бесплатное получение медицинской помощи в государственных клиниках, опять-таки, вызывает недовольство. Medicare costs, стоимость Medicare может повлечь за собой крах. Вот смысл этой карикатуры. К счастью, краха не последовало. И профсоюзы поддержали в целом вот этот сбалансированный курс по отношению к рабочим. И вот перед вами снимок митинга профсоюзного во главе с их новым лидером Билла Келти, который, в общем-то, все 80-е годы послушно выполняли соглашение этих самых аккордов. Одновременно, вы помните, основная задача, так сказать, консенсус, уступки рабочим, уступки предпринимателям. Происходит частичное дорегулирование банковской системы. Пытаются подступиться к налоговой реформе. А проблема налогов для предпринимателей, да, и для рядовых граждан Австралии была очень серьезной в 80-е годы. Я просто видела налоговую декларацию обычного гражданина, которую каждый австралийц заполнял в конце финансового года. Это что-то. Это вот такая вот толстенная книга с объяснениями, что, сколько и как вы платите за свое имущество, начиная там от старого охотничьего ружья и кончая за участок, на котором стоит ваш дом. Участь это все было невозможно. А доходы на бизнес, вернее, налоги на бизнес доходили до 46%. Это, конечно, очень высоко. Сразу забегая вперед, скажу, что налоговую систему лейбаристы так и не сумели тронуть. Это было слишком сложно. Но вот эти шаги на пути к рыночной экономике, к более свободному обращению капитала были сделаны достаточно серьезные. Второй, так сказать, блок вопросов, который, безусловно, сослужил большую пользу и сделал правительство Хоука очень популярным, был связан, конечно, с аборигенами. Аборигенная политика всегда была в центре внимания австралийских правительств. И в 1984 году издается закон об охране культурного наследия, по которому в дополнение к уже переданным либералами 11% территории Австралии добавляются новые огромные территории Австралийского союза, которые передаются в ведании аборигенов. В частности, национальный парк Улору со знаменитым монолитом в центре Австралии теперь стал тоже аборигенной территорией. А в 1988 году аборигены просят у правительства предоставить их самоуправление. Это знаменитое заявление Барунга, где вожди аборигенов просили о фактически автономии аборигенных земель в Австралии. Более того, именно в эти годы начинаются и движения за возврат аборигенам их родовых земель. И во главе этого движения встали лидеры аборигенов, в первую очередь Эдди Маба. Эдди Маба это абориген с одного из островов Торосова пролива, который не просто начал участвовать в борьбе за возврат земель аборигенам, а сделал это вполне профессионально. Он подал иск в высокий суд с требованием вернуть его остров людям его племени. Дело тянулось очень долго. И только в 1992 году решение было принято окончательно и утверждено в следующем году. Решение по делу Мабо, так называется оно в истории юриспровенции Австралии. В чем важность этого решения? По этому решению высокого суда признавалось право аборигенов на владение всеми родовыми территориями. Не только Эдди Мабо и его соплеменники получили землю своего острова. К слову сказать, Мабо сам не дожил до этого решения. Он умер незадолго до окончания судебного разбирательства. Но и все аборигены получили доступ к землям. И в результате с одной стороны это безусловно был прогрессивный шаг, а с другой стороны началась целая серия тяжб о возвращении аборигенов земель. И появляются лидеры аборигенов, таких как перед вами Джефф Кларк, который продолжил дело Эдди Мабо и возглавил комиссию по делам аборигенов и жителей островов Торосова пролива, существовавшую вплоть до 2004 года. В 1992 году появилась и первая политическая партия аборигенов, которая уже сплотила их не только как этническую общественно и как политическую организацию. Вторым шагом и вторым блоком больших вопросов, которые решали лейбористы в эти годы, была внешняя политика. Внешнюю политику возглавил молодой и очень способный дипломат Гаррет Эванс. Главная задача его ведомства, да и его самого, стало, конечно, утверждение самостоятельности Австралии, самостоятельности на мировой арене и самостоятельности в регионе. И в 1986 году принимается очень важный законодательный акт. Акт об Австралии, закон об Австралии. Вот перед вами на экранах как раз титульный лист этого закона, подписанный королевой Елизаветой Второй. Этот акт об Австралии фактически сделал Австралийский Союз независимым государством полностью, потому что, согласно его статьям, отменялись все законы Соединенного Королевства, которые до этого хотя бы формально считались действующими в Австралии. Все полномочия короны ограничивались только назначением и смещением генерал-губернатора. Запрещалось обращение австралийских штатов в Тайный Совет Королевы. И с одной стороны опять-таки это очень хорошо, а с другой стороны положение акта об Австралии отменяли массу положений в Конституции Австралийского Союза. И потянулось еще одно большое-большое дело, дело по попытке пересмотра и внесения изменений в Конституцию Австралийского Союза, которое не решено, скажу вам сразу, и до ныне. В области внешней политики, получив такую самостоятельность, Австралия выступает и достаточно независимо от Соединенных Штатов. И здесь, конечно, толчком было поведение австралийской соседки Новой Зеландии. Вот перед вами карикатура, на которой премьер-министр Новой Зеландии Дэвид Лэнг пытается завести старую развалюху Драндулет с надписью Анзюс. Рум-рум, еле-еле, ничего не получается. Но, собственно, Новая Зеландия не пыталась завести, скажем, эту развалюху, наоборот. Новая Зеландия в 1984 году, а вслед за ней Австралия в 1985 году, выступают с инициативой провозглашения южной части Тихого океана безъядерной зоны. Впоследствии к их инициативе присоединяются еще 13 государств. Как вы понимаете, для Соединенных Штатов это было серьезным, скажем так, ударом. И вторая инициатива Хоука, безусловно, интересная. Это организация в 1989 году Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, форума, который был нацелен на проведение политики свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все было бы неплохо, но к концу 80-х Австралию настигают серьезные экономические трудности. И в первую очередь они были связаны опять-таки с очень большими расходами государственными на тот же проект по улучшению здравоохранения, на поддержку соседей по плану Коломбо, он действует до сих пор к слову сказать. И плюс к тому внешнеполитические и внешнеэкономические связи, рецессия или как их называют спад в экономике западных стран, все это повлекло за собой массовое разорение в Австралии. Конечно, шоком для австралийцев было разорение их любимца, предпринимателя и авантюриста из западной Австралии Элона Бонда. Вы видите его на фотографии. Этот человек сделал головокружительную карьеру в бизнесе. Он скупил все, акции всех предприятий, какие только попадались ему на пути, от телекоммуникационных связей в Чили до половины производства пива в Австралии. И щедро разбрасывал свои деньги на благотворительность. Первый частный университет, университет Бонда, регата, пожалуйста, поддержка каких-то частных инициатив. Ради Бога, все было бы хорошо, если бы вдруг он, любимец публики, не оказался банкротом. Разорение было мгновенным и неожиданным. И хотя вот на этой карикатуре, карикатурный портрет Алана Бонда, вы видите его в обнимку с символом его штата, черным лебедем, но, в общем-то, шок был достаточно серьезен. А еще хуже было то, что разорялись не только частные предприниматели, разорялись и банки, в частности, Банк Виктории, одного из крупных штатов, потерпел крах. И вот это заставило более серьезно отнестись к политике, внутренней политике лейбористов. При, вне всякого сомнения, крупных достижениях в области дирегулирования экономики, вот такие промахи не оставались незамеченными. И второй момент. Я всегда говорю, что самый страшный враг крупного и яркого политика, популярного политика, это его окружение. В 1991 году, буквально не прошло и года, как Хоук на своем авторитете выиграл такие очередные выборы, произошел тихий переворот, переворот внутрипартийный, когда Хоука заставили уйти в отставку, а на его место встал тот самый Пол Китинг, которого он сделал своим вторым лицом казначеем. Пост казначея амбициозного Китинга не устраивал, и он сделал все возможное, чтобы стать первым в Австралии. Первым он стал формально, но завоевать вот такую же популярность, как смещенный им Хоук, он не смог. Не смог несмотря ни на что, не на то, что он всячески продвигал решение вопроса о земельных правах аборигенов, невзирая на сопротивление нынешних владельцев этих земель, ведь в течение двухсот лет существования Австралии на территории, которой раньше занимали аборигенные общины, теперь и фермы, и предприятия, и горнодобывающие фермы, куда девать их. Китин говорил о том, что надо в первую очередь решить вот этот вопрос исторической справедливости. Не помогло ему и то, что он вновь поставил на повестку дня вопрос о республике. Помните, республиканские настроения были очень активны, кстати, саму Уитлом впоследствии говорил, что единственный способ отстранить иностранный капитал от вмешательства в австралийскую политику, это как раз провозгласить республику здесь. Не помогло ему и то, что он очень активно пытался наладить тесное сотрудничество со странами Азии. Вот интеллигенция, левая интеллигенция, конечно же, поддерживала его, а вот простые австралийцы смотрели на это с большим-большим скепсисом, а еще вот эта нарочито агрессивная манера разговаривать с избирателями, она, конечно, сослужила очень плохую службу самому Киттингу. А второе, что сделало правление Киттинга очень недолгим, это то, что в рядах оппозиции началась тоже своя, скажем так, внутренняя перестройка. Поначалу в 80-е годы у либералов не было хорошего, твердого лидера. На посту лидера либералов менялись один человек за другим. Сначала ставка была сделана на Эндрю Пикака, человека, который пришел в политику еще во времена славные времена Мензиса. 25 лет в политике, казалось, должны были сделать его очень значительной фигурой. Но его как раз пышные речи, в которых он пытался изложить, чего же он собственно хочет, а хотел он, наверное, что-то хотел, но 75% австралийцев так и не поняли, чего именно. Сослужили ему, конечно, тоже очень плохую службу. И плюс к тому, его постоянно критиковал Китинг. Критиковал резко, порой просто по-хамски, называя его нашим пустоголовым другом господином Пикаком или помягче в намеке на фамилию своего оппонента Пикак на английском означает павлин. Так вот, Китинг заявлял в этом господине много перьев, но нет мяса. И, видимо, это привело к тому, что Пикак очень быстро сменил на посту лидера оппозиции Джон Говард. Этот политик и является человеком совершенно иного плана. Очень осторожный, очень взвешенный политик. Политик, который знает, что можно, а что нельзя. Особенно сейчас, когда он является нынешним премьер-министром Австралийского Союза, и в начале своей карьеры провозгласил основой курса консервативные ценности. Для него это вот его единственное достоинство. Он говорит, я самый консервативный из всех консервативных политиков Австралийского Союза. Единственное, что его подкосило в 1987 году, он позволил себе неосторожное высказывание о слишком большом наплыве иммигрантов из Азии. Поверьте мне, ничего плохого о них он не сказал, но этого было достаточно, чтобы вставшие на ноги азиатские общины внутри Австралийского Союза и страны исхода этих мигрантов, соседние страны Азии, выразили массовый протест против высказывания лидера либеральной партии. Протест был настолько резким, настолько жестким, что Говард вынужден был сначала извиниться за свои высказывания, что его не так поняли, а затем и покинуть пост лидера либералов. Ему на смену приходит еще один очень интересный человек. Это Джон Хьюсон. Вот перед вами на снимке он в спортивной рубашке улыбается. предвыборная кампания, на которую он вышел с очень интересным документом. Джон Хьюсон, сын рабочего, к слову сказать, получил прекрасное экономическое образование. И у него была великолепная практика. Практика как в частных банках, где он был управляющим, так и в Государственном резервном банке Австралии. И вместе со своей командой Хьюсон разработал документ, предвыборный документ, опубликованный в 1991 году, который назывался Fight Back, или ответный удар. Так можно приблизительно назвать этот документ. Что это такое? Это два тома большие, основательные, вот как чисто экономической точки зрения изложенные взгляды, о том, как Австралии перейти вот к этой самой рыночной экономии, экономике мягко и безболезненно. Основа, конечно, этого документа был пересмотр налоговой системы. То, на что не отважились ли баристы. Блок, основной блок, базовый блок этой программы был налог на товары и услуги, аббревиатура GST, Goods and Services Tax. И вот этот налог, хотя он, в общем-то, был опробованным средством в той же Новой Зеландии, в других государствах мира, был очень непопулярен среди австралийцев. Его боялись, боялись, что вот вводя такой налог на все, в общем-то, всю сферу потребления, австралийцев оставят без гроша в кармане. Хьюсон пытался объяснить в этих документах, что все не так страшно, что вводя новый налог, он снижает ставки подоходных налогов, он снижает ставки и сокращает количество налогов на предпринимателей, на бизнес, он вводит социальные компенсации, выплаты, но Китинг ухватился за недоверие и боязнь австралийцев к этому налогу, и фактически выборы 1993 года, выборы, как писали австралийские газеты, беспроигрышные для оппозиции, выборы, которые мог бы выиграть даже Марсель Марсо, помните клоуна, мимо из Франции, вот эти выборы Хьюсон проиграл. Я могу это объяснить не только тем, что австралийцы боялись нового налога и опасались последствий его введения, но и то, что Хьюсон как раз не был таким опытным политиком. Экономист он был прекрасный, финансист тоже, а вот политик объяснить, продать, как говорят, свою программу избирателю, он не смог. Не смог и только в 1996 году либералам удается таки выиграть выборы. К власти приходит тот самый Джон Говард, о котором я вам недавно рассказывала. Он приходит к победе обещая одно, что он ничего нового в политике не будет вводить без согласия со своим электоратом. Если избиратели поддержат, то я введу ДжСТ. Если избиратели поддержат, я введу республику. Если избиратели поддержат, я пойду вслед за их желанием. Но ничего против их воли я делать не буду. Это был, конечно, очень выигрышный ход. И пометую опыт успешной пары Хоук Киттинг себе в помощники Говард берет экономиста и делает его, опять-таки, казначеем Питера Костелла. Этот человек безусловно очень способный экономист и очень хороший финансист. но он стал своего рода громоотводом от Говарда. Если можно сравнить его, грубо, конечно же, он играет роль Анатолия Чубайса в нашей перестройке. Ему доверяются самые важные дела, он их проводит, а потом берет на себя весь огонь критики. И для лейбористов перспектива, что будет лидером когда-нибудь Костелла, это вот такой вот жупел, которым они пугают избирателей. Но политика вот этого дуэта Говард-Костелла была очень взвешенной и очень осторожной. Ну, один пример. Они начали приватизацию в еще больших масштабах и главным образом взялись за компанию Телстро. Вот перед вами на снимке башня Телстро в Канбере, как бы символ этой огромной корпорации телекоммуникационной компанией государственной, самой крупной в Австралии. Ее приватизуют до сих пор, с 1996 года. Приватизуют частями. И деньги от приватизации идут в первую очередь на те программы, которые поддерживают избиратели. На охрану окружающей среды, а она нуждается в Австралии в серьезной поддержке. И на социальные программы. К слову сказать, вот эту дорогостоящую программу Medicare Говард не тронул. Не тронул, хотя, в общем-то, его главное направление, его политики, это сокращение государственных расходов, это маленькое правительство, это поощрение частной инициативы. Тем не менее, вопреки воле избирателей, он не пошел. Я не скажу, что все на его пути было всегда гладко. И главной проблемой его, конечно, стали беженцы. Беженцы нелегалы, которые в массовом порядке хлынули из стран Среднего и иногда Ближнего Востока в конце 20-го столетия. Ну, вот здесь на снимке вы видите их представителей, и здесь они выглядят весьма респектабельно. К сожалению, у меня нет фото, которое бы показывало вам, что собой представляют те массы, тысячи людей, которых представляют вот эти вот респектабельные дамы и господа. А это люди, которые пребывали на северное побережье Австралии нелегально с помощью индонезийских судовладельцев-контрабандистов и распространялись по Австралии то же самое, не имея толком ни документов и правительство не имело возможности проверить, кто они. Тем не менее, поначалу их принимали. И вот перед вами заседание Австралийского Совета по делам беженцев. Принимали, устраивали для них лагеря, перевалочные пункты, где проверяли их документы, помогали им как-то освоиться. Но дело в том, что в этих лагерях начались волнения. Волнения, которые, в общем-то, выплеснулись на странице газет. Беженцы требовали сразу получения статуса беженца и всех льгот, которые с ним связаны. Причем апеллировали, что они у себя дома слышали, что здесь принимают всех. А поэтому они продали последние и прибежали сюда. Ну, понять людей где-то можно, но можно было понять и правительство, которое просто не справлялось с таким наплывом. И в конечном итоге, в 2001 году, вот этот поток беженцев наткнулся на сопротивление правительства. Говард сказал нет. И даже несмотря на то, что были случаи, когда корабли с этими беженцами терпели крушение в море, самое большое, на что пошло правительство, это разместить беженцев на островах Тихого океана, так называемый Тихоокеанский проект, естественно, оплачивая их пребывание там. Дела о беженцах, это, конечно, были дела очень серьезные и сложные для правительства Говарда, и принесли ему много-много неприятностей. Но в конечном итоге вот эта вот проблема не только обеспечения беженцев, но и проблема сокращения социальных расходов, проблема простого белого австралийца вызвала к жизни появление новой партии. Партия одной нации. Посмотрите, пожалуйста, это логотип партии, внизу лозунг «Голос народа». Кто же озвучил этот голос народа? Озвучила его бывшая соратница по партии, член либеральной партии Австралии Полин Хэнсон. Она прошла в парламент в 1996 году, а уже в 1997 году создала вот эту партию. И ее первое же выступление в австралийском парламенте было ну сродни грому среди ясного неба. Она владелица сети магазинов в Квинсленде, магазинов маленьких, магазинов, где торговали очень вкусным, кстати сказать, блюдом рыба с картошкой. Ну это надо поехать в Австралию, чтобы оценить, насколько это вкусно. Вот. Она вот, пользуясь своим имиджем вот такой вот женщины из народа, она и высказала то, о чем думали многие австралийцы. И, кстати, сказать, задолго до Полин Хэнсон я с этим встречалась. В политике господствовала политкорректность. Помните опыт самого премьер-министра? А на улице, в университетах не только это голос, так сказать, торговки рыбой, как ее окрестила левая пресса, это действительно был голос австралийцев. Раздавались протесты. Почему правительство помогает вот только прибывшим людям и забывает о своих простых вот этих жителях глубинки, на которых собственно стоит Австралия? С какой стати забывают вот этот простой австралийский народ и идут на поводу у чужих государств фактически, облегчая им жизнь? Ну, можно расценивать это по-разному, но выступление Полин Хэнсон и успех ее партии в 1998 году не на шутку встревожили правительство и правящие круги в целом. Сразу скажу, что, в общем-то, ее выступление было вот такой вот, ну, как здесь на снимке, феерическим началом, сейчас ее партия сошла на нет, но сигнал был услышан. И, может быть, вот эта жесткая политика правительства Говарда по отношению к беженцам и попытки его немножко свернуть мультикультурализм, немножко уравновесить, скажем так, общины и основное доминирующее англо-кельтское население было вызвано как раз выступлением Полин Хэнсон. Вторая проблема – проблема республики в Австралии. Она тоже стояла на повестке дня в конце XX века. И вот во главе австралийского республиканского движения встали весьма значительные люди. Ну, в первую очередь, это Малком Турнболл. Это известный бизнесмен, финансист, очень успешный человек, который, в общем-то, республиканские идеи отстаивал самым решительным образом и сумел сплотить вокруг себя людей весьма уважаемых и достойных. Среди них были и либористы, и либералы, такие, как, например, Ник Грейнер, известный деятель либеральной партии, возглавлявший Новый Южный Уэллс в 1988-1992 годах. Это были представители интеллектуальной элиты, такие, как, например, писатель Том Киннели, он автор романа о Отто Шиндлере. Кстати, за этот роман он получил Букеровскую премию, а по его роману был снят знаменитый фильм «Список Шиндлера». Возможно, вы его видели на наших экранах. И Томас Киннели был как раз еще и автором известной книги «Наша республика». Благодаря усилиям этих людей в 1998 году в Канбери была созвана Конституционная Конвенция. Австралийцы любят сокращать слова, вот они называли ее Кон-Кон, ну, по первым слогам, да, Конституционная Конвенция. 152 делегата, большинство из которых представляло как раз австралийское республиканское движение, обсудили главные вопросы и пришли к выводу. Республики в Австралии «Быть» и не далее, как с 1 января 2001 года. Республика должна быть президентской, и президента выбирают на совместном заседании парламент Австралии. И единственная была загвоздка, за это предложение должны были проголосовать избиратели. А вот избиратели в 1999 году сказали «Нет такой республики». Вот перед вами подсчет бюллетеней. 47% избирателей поддержали республиканцев и 53% сказали «Нет». Высказались за поддержку конституционной монархии. В том числе в 4 из 6 штатов этот референдум потерпел поражение. Естественно, вопрос о республике не закрыт, как не закрыт вопрос о беженцах. Естественно, это отодвигается только на какое-то время. Ну и своего рода примирением австралийцев стали Олимпийские игры, которые были проведены в Сиднее в 2000 году. И на ваших экранах кумир австралийцев этого периода бегунья Кэти Фримен, которая открывала игры и которая действительно стала такой вот примиряющей фигурой для австралийцев. Последние годы правления коалиции были главным вниманием, главное внимание было сосредоточено на внешней политике. Во главе внешнеполитического ведомства с 1996 года стоит Александр Даунер. И ему, конечно, выпала задача нелегкая. С одной стороны, это сохранить вот эту независимую линию Австралии, а с другой стороны, не поссориться ни с кем, в том числе и с ближайшими соседями. А вот соседи попались тяжелые. И в 1998 году, конечно, был очень серьезный кризис, кризис, связанный с соседними территориями. Остров Восточный Тимор, который принадлежал Индонезии, потребовал независимости. И Индонезия ввела войска на этот остров. Вот перед вами слайд, где вы видите демонстрацию протеста австралийцев перед зданием Индонезийского посольства в Кандере. Индонезия, останови насилие. Ну, произвел хорошо, но вмешательство ООН разрешилось тем, что в Индонезию были отправлены миротворческие силы австралийские. И вот перед вами австралийские солдаты разгружают благотворительную помощь индонезийскому народу. Кроме того, война в Ираке. Но вот войну в Ираке здесь очень сложно говорить, что однозначно ее не поддерживает австралийцев. Дело в том, что с 2001 года начались теракты. Теракты, которые сначала потрясли Нью-Йорк, а потом потрясли Австралию. Перед вами фотография взрыва на острове Бали. Ночной клуб был взорван в 2002 году и погибли там австралийские туристы. А Бали австралийцы расценивали как свою здравницу. Это вроде бы как не Индонезия вовсе, а что-то типа филиала австралийских курортов. Вот все это, примерять борьбу с терроризмом, а Австралия поддержала Соединенные Штаты в этом плане, и свои внутренние проблемы решать приходилось, конечно, и приходится правительству коалиции. В какой-то степени им помогает то, что партии оппозиции находятся сейчас в состоянии такого, я бы сказала, разброда. Либерал, Либористов пытается поставить на ноги Ким Бизли, новый лидер этой партии, но пока только собирается. У австралийских демократов меняются один лидер за другим. Наибольшую ставку делали вот на эту молодую девушку, самую молодую в числе депутатов австралийского парламента Наташу Стодеспая. Но ее, к сожалению, ушли ее же товарищи по партии, в частности вот Эйден Риджуэй, который был ее заместителем, а впоследствии немало способствовал тому, чтобы она ушла с поста лидера своей партии. Эти внутренние передряги, слава богу, не затрагивают основы Австралии. И перестройка по-австралийски продолжается и идет очень спокойно и плавно. А свидетельством тому вот эта фотография. Фермер Фрэнк Скотт назвал своих бычков именами австралийских премьер-министров. И собирая благотворительные пожертвования, ловко управляется и Фрейзером, и Хоуком, и Китингом, и Бартоном, и смеется, что в одной упряжке они ходят очень даже неплохо. И мне кажется, что пока в Австралии существует вот такое положение, когда перестройка идет, спокойно, уничтожая основ общества, когда между властью и народом существует взаимопонимание более-менее и чувство такого мягкого юмора, австралийского юмора, мне кажется, у австралийцев все будет в порядке. Чего я вам желаю тоже. Будьте здоровы, до свидания.